Под ветками берез лицом к третьей школе стоит памятник Сергею Давыдкову. История его жизни настолько давняя, что сегодня о ней почти не помнят. Да уже забыла. Не знаю. Более 40 лет назад никто из эскетимцев ничего не знал о судьбе Сергея Давыдкова. Было только имя. Тогда пионерский отряд школы начал искать следы героя. Они привели в Москву, где в ту пору еще жили дочь и сын Сергея Даниловича. Завязалась переписка. Выяснилось, что Давыдков вырос в Койново. Здесь и женился патриот советской власти, отец двоих детей. Он мечтал создать школу, в которой бы учились все дети. Ныне улица Советская имеет очень богатую историю. Сначала, когда-то давным-давно, здесь проходили беглые крестьяне. Затем вслед за ними по их тропам шли казаки Ермака. И затем уже здесь был создан чуйский трак, по которому гнали каторжников. Где-то вот в этом месте находилось здание пересыльной тюрьмы, где меняли кандалы каторжникам, сдавали умерших каторжников, а также выписывали различные документы. Это было самое большое здание в деревне Койнова. И именно в нем Давыдков мечтал сделать школу. Он начал осуществлять свою мечту, но был арестован. Письма дочери Сергея Давыдкова сохранились в городском музее. В одном из них Раиса Сергеевна пишет, что воспоминания о дне ареста отца навсегда врезались ей в память. В избу вошли двое. Отец тут схватил меня, поднял и принялся обниматься, как бы прощаясь. Солдаты с минуту стояли, терпеливо ждали. Как только отец отпустил меня, они схватили его за руки, завели их за спину и связали. Вывели из дома. Я стояла у окна и видела, как вели его по улице. И он часто оглядывался на меня. И при каждом повороте его головы солдат ударял его прикладом ружья в спину. Так продолжалось долго, до тех пор, пока они не скрылись. Сергея Давыдкова замучили в новониколаевской тюрьме. Он похоронен в сквере героев революции вместе с сотней других тибиряков. Спустя год после его смерти здание перестроили. В новой школе учились ребята со всех окрестных деревень. В память о Давыдкове 1 сентября 1975 года на здании третьей школы появляется мемориальная таблица. А спустя еще шесть лет открывается и памятник. На открытие из Москвы приехала и дочь Раиса Сергеевна. Я бы сказал, вот в моем понимании, это первый начальник управления образования тех лет. Ну, управлять было нечем. Первый директор, как его ни назови, но это первый человек, который занимался образованием у нас здесь на своем уровне. Говорят же, времена не выбирают, в них живут и умирают. Вот он жил, умер с идеей сделать хорошую школу. Сегодня в третьей школе действует детская организация, которая хранит память об этом человеке. В 2007 году мы организовали небольшую ячейку. Нас было совсем мало, 12 человек, ребятишек пришло, но она стала разрастаться. И на данный момент у нас более 100 человек состоят в этой организации. С каждым годом она возрастает, возрастает. Я думаю, мы разработаем все равно этот значок и будем вручать эти значки. В Искитиме родственников Довыдкова нет. Зато есть память о человеке, который хотел сделать свой народ грамотнее. И у него это получилось даже после смерти.